Зеленый, красный, золотой. В гербовом зале главного ярмарочного дома буйство красок и блеска. Новогодняя атмосфера витает в воздухе. На праздник приглашены около 50 ребят с расстройством аутистического спектра. Маленькие гости спешат сфотографироваться у красавицы елки. Наталья Лампси, мама 7-летней Настя, считает, такой инклюзивный праздник – отличный способ помочь особенным детям социализироваться. Такое внимание, внимание к особенным детям. И елка все-таки инклюзивная, где и особенные детки, и нармотипичные смогут вместе пообщаться и провести время. Просто шикарная елка, все настолько красиво и замечательно. Глаз радуется, ребенок в полном восторге. Восторг у ребят вызывает не только новогоднее убранство зала и яркие фотозоны. На сцене начинается сказочное кукольное представление, где на глазах оживают снежные человечки. На праздник заглянул даже трехметровый «Северный Мишка», такой мягкий, что никто из ребят не боится обнять его. Но самые долгожданные гости, конечно, Снегурочка и Дед Мороз. Его ребята зовут хором. Дед Мороз! И вместе с главными новогодними героями ребята пускаются в пляс. Такой яркий и интересный праздник для особенных детей был придуман и подготовлен в рамках совместного проекта Нижегородской ярмарки и регионального правительства. Называется «Ярмарка добра». Аналогов ему в регионе нет. Программа для ребят с расстройством аутистического спектра продумывалась до мелочей. Будем в добрый год встречать, петь, веселиться и отбирать. Проект «Ярмарка добра» – это серия благотворительных мероприятий для развития инклюзии в Нижегородской области. Только за один день в гербовом зале прошли три новогодние елки для особенных ребят. Все дети – подопечные инновационного центра «Сияние», фондов «Верос» и «Время рассвета». Учредитель последнего Алиса Бадьянова – сама мама особенного ребенка. Что уникально, елка инклюзивная. Это будут не просто детки с расстройством аутистического спектра, это будут их родные братья и сестренки. Мы уже заранее создаем инклюзивную среду, где и та, и та сторона готовы к этому. Пока что мы начинаем с того, что выводим ребят вместе с братьями и сестрами. Потихонечку будем заводить нейротипичных ребяток, потому что, в принципе, это первая задача – создавать грамотную инклюзивную среду. Мы должны с самого раннего возраста готовить всех ребят к тому, что мы должны толерантно относиться к тем, кто имеет какие-то особенности. Кроме положительных эмоций, маленькие гости праздника получили приятные подарки. Следующие представления в рамках проекта «Ярмарка добра» пройдут уже 28 декабря. Екатерина Васильева, Валентин Волков. Время новостей.